Привет, Борис! Я знаю, у тебя там поздно. Билл, с тобой я готов говорить в любое время. Читается как увлекательная пьеса. Диалоги двух мировых лидеров на протяжении шести лет. Вначале иллюзии и надежды, потом испытания и разочарования. Да, Ельцин был другом Клинтона, но не потому, что шел на поводу у Запада, как стало принято считать в последнее время, говорит Сергей Ястрожемский, который был свидетелем этих встреч. Я могу сказать, что вот эти рассуждения насчет слабости Ельцина в переговорном процессе по международным вопросам с Западом, они абсолютно несостоятельны. Они распускались в коммунистической оппозиции в тот период, и пускай остается на совести этих людей. С этой точки зрения я очень рад, что появились эти фрагменты, сейчас стали публичными, и люди могут увидеть настоящего Ельцина в ходе серьезных переговоров. 95-й год. Ельцин всеми силами отговаривает Клинтона от расширения НАТО. Я хочу ясно понять твою идею расширения НАТО, потому что сейчас я не вижу в ней ничего, кроме унижения для России. Чего вы хотите этим добиться, если Россия ваш партнер? Об этом спрашивают люди, и я тоже спрашиваю, чего вы этим хотите добиться? Нам нужна новая структура европейской безопасности, а не эти старые. Люди в Центральной Европе верят тебе, Борис. Они понимают, что тебе бы сильно повредило, если бы они вдруг мигом оказались в НАТО. Но они не знают, что будет с Россией, если ты уйдешь. Некоторые речи Ельцина звучат просто имперски по нынешним меркам. Трудно даже представить, что это говорил Ельцин. Я прошу тебя об одном. Просто отдай Европу России. США не в Европе. Европой должны заниматься европейцы. Россия наполовину в Европе, наполовину в Азии. Так тебе еще и Азию подавай. Конечно, конечно, Билл. Когда-нибудь нам придется все это согласовать. Не думаю, что европейцам это понравится. Не всем. Но я-то европеец. Я живу в Москве. Москва в Европе, и мне это нравится. Я могу взять все остальные страны и обеспечить им безопасность. Возьму всю Европу и обеспечу. Ну, не я, а Россия. В этих записях все. Шутки, оговорки, ремарки. Например, за стеной бьют куранты, и вместе с ними часики в кабинете Кремля. Максимально точная фиксация истории. Хочешь воды? Нет, может, пива? Для пива рановато. Слабость Ельцина очевидна, но это не его здоровье. Это считается за кадром. И не характер. Это слабость экономики страны. Он постоянно должен просить Клинтона о помощи. России нужны миллиарды. И еще один вопрос, Билл. Пожалуйста, пойми меня правильно. Билл, для моей предвыборной кампании мне срочно нужен заем для России 2,5 миллиарда долларов. Позволь спросить, а разве тебе не оказал помощь парижский клуб, когда переоформил внешний долг России? Я думал, это даст вам дополнительно несколько миллиардов. Нет, они придут во второй половине года, а в первой только 300 миллионов по условиям МВФ. Проблема в том, что мне надо выплачивать зарплаты и пенсии. Без этого трудно идти на выборы. Трогательно видеть в рассекреченных документах одну копию, где вымаран секретный абзац, и рядом другую копию, где этот же абзац воспроизведен полностью. И еще ЦРУ намеренно проникает в Центробанк России. Я прошу это прекратить, потому что иначе нам придется принимать меры, чтобы себя защитить. Надо действовать сообща, чтобы это не стало проблемой. Мы будем защищаться от неправомерных действий. Тут много всего для историка и для простого читателя. Клинтон и Ельцин здесь прежде всего люди. Как и их помощники, которые теряют и находят листы, делают исправления в тексте, ловят своих боссов на неточностях. В этой пьесе много незримых персонажей. В финале анонс нового героя. В ближайшие дни ты встретишься с Путиным. Сейчас я хочу коротко рассказать тебе, что это за человек. Я много думал о том, кто бы мог стать президентом России в 2000 году. Тогда я, к сожалению, не смог найти подходящего кандидата. И вот я нашел Путина, изучил его биографию, интересы знакомых и так далее. Он цельный человек, который хорошо разбирается в порученных ему вопросах. Ельцин представлял Путина Клинтону, потому что не думал, что возникнет ситуация, при которой Россия станет государством, обособленным от Запада. Чрезмерно самодостаточным. Нет, такая гипотеза вообще не рассматривалась. Она у нас отсутствовала на столе переговоров, если хотите. Были другие времена, другие надежды, другие песни. И совсем по-другому выстраивалась стратегия внешнеполитической России. Это документы, которые стоит пересчитывать много раз. Жаль, что пока мы не видим второй стороны, что творилось в Москве, какие планы и переговорные позиции выстраивались там. Хотя отношения были такими открытыми, что, похоже, мы знаем почти все. Сергей Морозов, РТВА. 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 Продолжение следует...